Всем привет! Сегодня я вам очень быстро расскажу о книгах, прочитанных в ноябре. Ноябрь у меня был, в принципе, достаточно тяжелым месяцем, поэтому книжный месяц у меня тоже получился очень таким странным и скомканным, и поэтому рассказ о книгах, прочитанных в этом странном и скомканном месяце, получится таким же странным и скомканным. И, в принципе, книг я прочла недостаточно для того, чтобы снимать два видео и слишком много для одного видео, поэтому сейчас попытаюсь все-таки уместиться в одно видео, я еще молодец, забыла зарядить камеру, так что, в общем, приготовьтесь к самому ужасному видео в вашей жизни. Первая книга, о которой я хочу вам рассказать, это Джейн Остин «Доводы рассудка», мне осталось у Джейн Остин уже прочитать только Нортенгерское аббатство, и все, я могу снимать, в общем-то, видео о его творчестве и как я к нему отношусь. Каждый, наверное, свой рассказ о Джейн Остин я начинаю с возмущения тем, что периодически ее называют обычной писательницей обычных слащавых любовных романов, хотя это на самом деле совершенно не так. И на самом деле вот эта милая тетушка Джейн, какой ее большинство считает, была очень такой едкой теткой Джейн, которая сидела в гостинных, слушала чужие разговоры и молчала, но в глубине души с них всех подхихикивала, стебалась и придумывала какой-то новый образ новому персонажу, очень какому-то смешному, такому комичному. Я лично в ее романах на любовную линию обращаю внимание чуть ли не в самую последнюю очередь, мне, например, нравится следить у нее за персонажами, в которых она вот берет какую-то одну черту, возводит ее в абсолют, постоянно упоминает, и из этого получается такой очень комичный образ персонажа, с такой очень яркой характеристикой. Этот способ, метод позаимствовало очень много писателей, тот же мой любимый Чарльз Диккенс, поэтому вот мне любопытно смотреть, откуда все это пошло и как это все начинало развитие свое. Ну и, конечно же, мне очень нравится то, как она выстебывала нравы, вкусы, обычаи своего времени, вот в этой книге тоже она этим занимается. Ее главная героиня Энн – это такая девушка с очень чистым сердцем, с добрыми помыслами, которая 10 лет назад отказала в предложении руки и сердца своему возлюбленному, а все потому, что на нее надавили родители и любимая тетушка, которая сочли этого самого возлюбленного неподходящей партией. И вот спустя 10 лет она встречается у своих друзей в гостях с этим мужчиной, который уже стал достаточно состоятельным, уже полностью, окончательно готов со всех сторон и материально, и, в общем, духовно создавать семью и подбирает себе избранницу какую-то. И вот наша Энн на протяжении всей книги будет мучаться ревностью, неопределенностью, неловкостью, потому что когда-то разбила сердце этому мужчине. Она не знает, как себя с ним вести, что ему говорить, понимает, что до сих пор испытывает к нему какие-то чувства, но не знает, что делать в его обществе. Чем мне понравилась эта книга? Тем, что для очень маленького объема в ней достаточно много персонажей, поэтому книга пестрит яркими характерами. И вот, возвращаясь к вопросу о том, что Джейн Остин высмеивала порядки, обычаи и вкусы того общества, на фоне вот всех этих девушек таких разбалованных, каких-то пустоголовых, забыла слово, ограниченных, вот, ограниченных, наша Энн выглядит еще и вдвойне краше, вдвойне лучше, вдвойне чище, чем вот все девушки из ее окружения. И здесь на удивление достаточно такая, ну, можно сказать, даже закрученная любовная линия, потому что если в других вот книгах Джейн Остин сразу было понятно лично мне, кто с кем закончит, как и почему, то вот в этой было даже несколько таких вот удивительных для меня моментов. В общем, книжка хорошая, мне она очень понравилась, как всегда у Джейн Остин, никаких сюрпризов и разочарований. Что-то я еще, наверное, хотела об этой книге сказать, но уже, наверное, не вспомню. А, хотела сказать то, что если даже рассматривать романы Джейн Остин исключительно со стороны любовной линии, исключительно как любовные романы, то они очень и очень неплохи, потому что лично я не могу читать любовные романы, где вот конкретно вот любовная линия рассматривается на первом плане абсолютно всю книгу. Мне лично жутко скучно читать о какой-то банальной ситуации, которая, ты знаешь, что закончится хорошо, целых 300 страниц, и читать вот это вот нытье, душевные эти метания, люблю-не люблю, мы поссорились-помирились, опять поссорились, в общем, скукота редкостная. Но у Джейн Остин очень хорошо получается описывать вот такие вот переливы, мелкие чувств, и ты действительно оказываешься на месте Энн, ты ей сопереживаешь, ты точно так же робеешь, как и робеет Энн, когда они остаются, допустим, с молодым человеком, которого она влюблена в одной комнате. Ты, например, так же терзаешься муками ревности, когда видишь, что молодой человек пошел на прогулку с ее знакомой. В общем, очень хорошо Джейн Остин описывает разные оттенки чувств, даже самые такие маленькие, ты хорошо понимаешь героев, ты хорошо понимаешь, что они чувствуют, все действительно логично, все их чувства и поступки очень логичны, так что читать Джейн Остин надо. Далее второй роман, который я прочла в ноябре, это Нэнси Митфорд «В поисках любви», вот такой вот замечательный роман в жутчайшей неподходящей обложке. Для сравнения вам потом покажу английские варианты за границей, например, Нэнси Митфорд очень популярна, есть даже три таких вот вида изданий, в которых ее можно собирать. Я планирую покупать ее книги на английском языке, но не могу пока определиться, в каком издании покупать, настолько все они хороши. Скоро, кстати, выходит книжка, по-моему, называется она «Шесть сестер» у Фантом Пресс, вот будет она рассказывать о сестрах Митфорд, их было аж шестеро, и каждая из них абсолютно уникальная, неповторимая личность, которая выделилась на каком-то своем личном поприще, например, вот Нэнси Митфорд выделилась на поприще литературы, двое, по-моему, из них были как-то там политически очень известны, кто-то там еще как-то прославился, в общем, очень интересная такая любопытная семейка. И вообще, после прочтения этой книги я начала восхищаться Нэнси Митфорд, потому что она была не только невероятно красивой женщиной, не только очень умной женщиной, но и при этом всем еще и очень-очень остроумной. Это такая писательница 20 века, которую, в принципе, можно поставить на одну ступеньку с Ивленом Во, потому что вот у них как-то очень похожая тематика романов, и то, что вот им присущ такой вот едкий сарказм, хотя, в принципе, у Ивленого его гораздо больше, поэтому Нэнси Митфорд мне чуть ближе, у нее все-таки встречается периодически еще и добрая ирония. И мало того, что их произведения были похожи, так они еще были хорошими друзьями. И вот я видела, опять-таки, в иностранном издании есть 500-страничная такая тамина их переписки с Ивленом Во, я вот планирую ее, наверное, купить и прочитать, очень уж я люблю подобное. Так что я удивлена, почему ее не переводят у нас, почему она у нас не так популярна, хотя того же вот Ивленого, например, достаточно часто читают, достаточно часто переводят, издают, а вот как-то Нэнси Митфорд, к сожалению, обходит стороной, что очень-очень жаль. Это маленькая книжечка, такая семейная сага, в которой мы узнаем о семье помещиков, во главе которой грозный дядя Мэтью, такой мужик старой закалки, строгий, и, по-моему, семеро детей у него с женой. И вот центральная фигура всего повествования – это девочка Линда, которая очень сильно мне напомнила Лилу из «Моей гениальной подруги». Вот такая же бойкая, знает, чего хочет, этого добивается, всегда в центре внимания, даже если она будет просто сидеть на стуле на какой-то вечеринке, все равно она будет на этом своем стуле, в центре внимания, все будут вокруг нее толпиться, и следить, как она просто сидит, молчит, и все. И вот вместе с тем, как мы узнаем о ее жизни, о том, как развивалась ее судьба, мы узнаем параллельно о жизнях ее братьев, сестер, как у них все сложилось. Книжка «Чем мне понравилось» – то, что здесь такое стремительное повествование, то есть нету каких-то длинных размусоливаний, которые присущи семейным сагам, которые чаще всего на 900, например, страниц, из-за того, что надо очень тщательно описать каждого члена семьи, его судьбу и так далее, и так далее. Здесь все очень быстро, стремительно, по сути, очень так вот едко, смешно, саркастично. Нэнси Митвард высмеивает своих подопечных, правда, поступает она с ними не так сурово, как Ивлин Во со своими персонажами, которые периодически на страницах у него умирают. Я очень ярко помню момент в одной из книг, где Ивлин Во ни с того ни с сего заслал своего персонажа в Африку, этот персонаж там в полном одиночестве заболел какой-то лихорадкой, набрел на какой-то необитаемый остров, встретил там какого-то старика, который его выходил, но при этом оставил в заточении и заставил читать ему каждый день Диккенса. В общем, такой очень неожиданный, необычный ход, необычное мучение для персонажа, поэтому я как-то к Ивлин Во очень остороженно отношусь. Вот Нэнси Митфорд приблизительно такого рода писатель. В конце тоже очень такой странный финал. Я как-то начинала читать книгу, просмотрела отзывы на Лайвлибе, и абсолютно в каждом написано, что у этой книги очень странный финал. Из-за этого он подпортил все впечатление книги. Я прям заинтриговалась, начала читать, и да, действительно, финал очень какой-то странный, очень оборванный неожиданно. К сожалению, это мне тоже немножко подпортило впечатление от книги. В общем, очень жаль, что Нэнси Митфорд у нас не переводят. Скорее всего, я буду пытаться купить ее в каком-то иностранном издании, буду пытаться читать ее на английском языке. Уж больно она меня заинтересовала. Следующая книга – это «Мое разочарование ноября». Это Бертран Рассел «Сатана в предместе. Кошмары знаменитостей». Долго останавливаться на этой книге не буду. Бертран Рассел – лауреат Нобелевской премии по литературе. Но, я так понимаю, прославился он больше всего как математик, как философ. А вот как обычный писатель художественной литературы, я так понимаю, не особо-то он и зашел. И, прочитав эти рассказы, я не удивилась, почему. Бертран Рассел – без сомнения, очень умный, талантливый человек. Но такие люди, когда пытаются шутить, юморить, в общем, чаще всего мало кто их понимает. Я когда читала этот сборник юмористических, как нам было заявлено, аннотации рассказов, у меня все время перед глазами стоял эпизод из сериала «Теория большого взрыва», когда Леонард должен был вести какую-то там конференцию по физике. И вот он стоит со своими друзьями тоже физиками перед этой конференцией, волнуется, переживает. Там аж 25 человек физиков его будут выслушивать. И они дают ему совет. Начни рассказ с шутки, тогда ты разрядишь атмосферу, и все будет хорошо. И Леонард говорит, о, у меня как раз на примете есть такая шутка, начинают ее рассказывать, всех охочут, всем весело. Одна Пенни, которая стояла рядом и никакого отношения к физике не имела, стояла и не понимала, что вообще происходит и почему это находит смешным. Но физикам нашим было очень интересно, вот это их профессиональная шутка, они стояли и заливались. То же самое такое вот ощущение у меня было, когда я читала рассказы Бертрана Рассела. Я чувствовала себя вот этой самой Пенни, которая не понимает вообще, что происходит, что в этом всем смешного. Но очень чувствуется, что автор сам получал невероятное удовольствие, когда это писал. Я прям видела Бертрана Рассела, который сидит за столом, пишет все эти рассказы, хохочет так, что у него слезы текут, он, в общем, вытирает эти слезы и думает, боже, как, наверное, всех это рассмешит, как это всем понравится. Вот, в общем, рассказы на меня практически никакого впечатления не произвели, я даже особо их-то и не запомнила, так что, к сожалению. Дальше я поняла, что я себе написала в глобальной цели, на «Да что ж такое за волосы сегодня». Дальше я поняла, что я записала себе в глобальной цели на 2017 год прочитать легенды и мифы древней Греции Куна, но уже ноябрь месяц, и я так до сих пор этого и не сделала. И решила взять быка за рога, не откладывать это дело в долгий ящик, схватила книжку, села и начала ее читать. Мне всегда казалось, что это очень скучное чтиво, что читать его надо только ради того, чтобы понимать все эти культурные отсылки к мифологии, что там все будет так сухо и академично написано, и что это будет такая скука смертной, что это будет так сложно все это запомнить, разобраться во всех этих богах, мозговыносящих их всяких отношениях, что я просто усну на середине повествования. И когда я начала читать, я уже прям гордилась собой, я видела, как я дочитаю эту книгу, расскажу о ней вам в видео, выйду на улицу, а у меня там стоит толпа людей возле двери, все меня поздравляют, что я наконец-то это сделала, наконец-то осилила эту книгу, я буду проходить мимо всех, давать всем пятерки, все будут так вот радоваться за меня. Но уже, когда я прочла треть книги, я поняла, что в принципе книжка очень увлекательная и гордиться тут особо-то и нечем. А когда в комнату зашел Ваня и говорит, а что это ты читаешь? Я ему показываю, говорю, легенды и мифы Древней Греции. Ждала уже похвалы, а Ваня говорит, а, так это же моя любимая книга детства, я ее все детство перечитывал. И тут я окончательно сдулась и поняла, что да, гордиться нечего, что в принципе эту книгу в детстве читают, я тут сижу такая вся гордая. И Ваня начал мне пересказывать все эти мифы чуть ли не наизусть, я, конечно, удивилась, да, и поняла, что гордиться тут нечем. И действительно, это такой увлекательный сборник сказок, который очень многим понравится. Здесь, например, есть про мужика, которого прокляли боги и к чему бы он ни прикасался, все превращалось в золото. Есть про мужика, которого Диметра прокляла за то, что он срубил дерево и обрекла его на вечный голод, и в итоге он съел сам себя. В общем, книжка совершенно не скучная, совершенно не академичная, действительно для знакомства с мифами Древней Греции самое то, очень сжато, увлекательно при этом всем написано. Так что, если вы любите всякие сказки читать, там та же Валенте вам нравится, то мифы Древней Греции и Куна читайте обязательно, будет очень интересно. И параллельно с этим всем я читала мифологию за 30 секунд. Здесь так вот еще более сжато, хотя куда мне казалось более сжато, чем Кун написал, но еще более сжато, рассказано о всяких богах, каких-то трагических фигурах, чудовищах и монстрах из мифов Древней Греции. В общем, такое. Книжка, в принципе, для ознакомления неплоха, но прям вот так совсем-совсем по верхам, что вы даже особо-то ничего и не поймете, и не запомните, потому что нету вот этой связи между богами, что ты как-то запоминаешь себе это все, у тебя история такая в голове, ты все запоминаешь. Здесь отдельно о каждом, и поэтому как-то это все сложно в голове усваивается. И, в принципе, если бы здесь было чутка информации побольше, вот если бы была мифология за 2 минуты, то была бы книжка лучше, а так, ну, 30 секунд на каждого бога, мне кажется, это слишком мало. И расскажу тогда сразу про Вальтера Мойерса «Город мечтающих книг», потому что эти две книги я читала параллельно, и, кстати, получился очень неплохой такой дуэт, потому что, когда я читала мифы Древней Греции Куна, я надевала пенсне, брала какой-то свиток, перо, и сидела, и вот-вот изучала. Во время пути Геракл пришел с женой к реке Эвен, через эту бурную реку за плату перевозил путников на своей широкой спине кентавр Несс, Несс предложил перевести и так далее. Я сидела, все записывала, такая вот очень серьезная дама, потом я понимала, что я устала, я снимала пенсне, откладывала эту книгу, брала в руки «Город мечтающих книг» и читала. «У вас хотя бы какое-то оружие есть?» спросил я Гольга, пока мы бежали по коридорам. Нет, совсем никакого, никакого. И я сидела, о господи, они собираются сражаться с подземными разбойниками без оружия, да как так? И в общем вот, получалось очень хорошо так, подпитывала мозг и потом отдыхала. Книжку эту я перечитывала, недавно, ну как недавно, полгода назад вышло продолжение, поэтому, чтобы его читать, надо освежить в памяти первую часть. Книжка мне эта понравилась, хотя я не очень люблю юмористическое фэнтези, но это фэнтези о городе мечтающих книг, о книжном городе, в котором абсолютно все подвязано под книги, в кафе вся еда названа как-то чем-то связанным с книгами, повсюду разные букинистические лавки и в принципе даже экономика, политика, вот все в этом городе завязано на книгах. Есть подземный город, в котором самые тяжелые, опасные книги и самые редкие, и какие-то отважные эти археологи бросаются на поиски самых редких книг, рискуя при этом жизнью. Книги здесь всевозможные, там, живые, опасные, какие-то там, с какими-то головоломками, в общем, чего только нет, вот все, что фантазия книжного может уместить, все есть в этой книге, поэтому она мне и нравится, так что вот это именно тот мир, в который бы я хотела переместиться, многие говорят, что мечтают переместиться в мир Гарри Поттера, я вот бы очень хотела переместиться в этот мир, побродить по этому книжному городу, даже спуститься, рискнула бы в эти катакомбы, посмотреть, что там происходит, так что книжку я вам эту тоже советую. А, еще здесь есть идеальный текст, кстати говоря, я вот когда читала в первый раз, я все ждала, когда нам этот текст продемонстрируют, но, понятное дело, так как такого текста не существует, то и писать нечего, но во вселенной этой книги существует такой вот идеальный текст, страниц на 20, и когда ты его читаешь, ты просто понимаешь, что ты прочитал идеальную книгу. Далее я прочла «Красный дракон», это Томаса Харриса книжка, первая из цикла о Ганнибале Лекторе, в принципе мне понравилось, хотя я, вот как мне недавно написали, что это перевернутый детектив называется, когда убийца известен с самого начала. Вот я перевернутый детектив и люблю чуть меньше детективов классических, когда нужно вместе с автором искать этого убийцу, но тем не менее было интересно. Что хочу отметить, это то, что здесь хорошо раскрыта личность маньяка, почему он стал таким, почему у него поехала крыша, потому что вот я в начале прошлого года читала книгу, у меня с волосами сегодня, извините, что я все время трогаю, но что-то очень странное происходит. В начале 2017 года я читала книгу Элизабет Хейнс «Ласковый голос смерти», и там тоже перевернутый детектив, убийца известен с самого начала, мы читаем как будто его исповедь, и там он нам заявляет, что он полюбил смерть с самого детства, просто потому что заглянул в гроб на похоронах к своему отцу или к дедушке кому-то там, увидел труп и понял, что ему нравится, и он это любит. Я в такое не верю. Человек не может любить насилие, ну как-то это приходит из-за какого-то, из-за какой-то травмы, из-за чего-то, но врожденной любви к насилию, мне кажется, в человеке не бывает. Но вот я тому маньяку совершенно не поверила, меня это настолько разозлило, что я прям закрыла книгу, не захотела ее дочитывать, в сердцах просто ее закрыла, отшвырнула. А здесь очень так вот подробно, хорошо, достоверно описано, почему человек сошел с ума, почему начал творить такие странные вещи, мне даже периодически было его жалко, когда я читала главы о его детстве. Вот, так что книжка хорошая, проработанная, всему веришь, что в детективах очень важно, мне кажется. Я даже, возможно, буду продолжать этот цикл дальше. Следующая книга – это «Скрюченный домишко» Агаты Кристи. Я эту книгу начала читать, я вам уже рассказывала, потому что сама Агата Кристи считала ее своей самой лучшей книгой, и я с этим категорически не согласна. Я ей поставила три, и вот пока из всего прочитанного Агаты Кристи – это пока что одна из самых худших книг для меня. Я одно время очень много читала ее романов, я прочла где-то вот прям так вот 20, наверное, ее книг за один присест, и только в одной из них я разгадала убийцу. И вот теперь «Скрюченный домишко» присоединился к этой несчастной, одинокой книге, разбавил ее одиночество. Называлась эта книга и в трещинах «Зеркальный круг», что-то такое, если кому-то интересно. Здесь я убийцу узнала чуть ли не в самой первой, третьей этой книги. Как только нам было брошено такое первое зерно подсказки, я сразу же за это зерно ухватилась, я его нашла и поняла, в общем, в чем там все завязано. А вот в таких вот детективах, к сожалению, как у Агаты Кристи, в чем их минус? В том, что если ты узнаешь, кто убийца, то в принципе интерес к детективам теряешь. У Агаты Кристин нету каких-то там красочных описаний, например, чтобы они перебили тебе это разочарование, разбавили его, так сказать. Нет никаких прям, нет такого красивого языка, которым бы ты хотя бы наслаждался. У нее вот чисто такая головоломка, если ты ее разгадал в самом начале, то ты, к сожалению, уже потом теряешь интерес. Такое же произошло и со мной. Предваряя ваши вопросы, фильм я не смотрела, не знаю, может быть, посмотрю, может быть, нет, я не особо фильмы люблю. Вот. Быстренькая сегодня, у меня сейчас сядет камера, поэтому очень быстро о последней книге. Джон Кеннеди Тулл «Сговор остолопов». Это действительно очень смешная книга, которая мне больше всего понравилась личностью главного героя. Вот лично я влюбилась в этого Игнациуса, я так понимаю, что вряд ли я его где-то еще увижу в каком-то произведении, настолько вот он неповторим. Я лучше не скажу, поэтому прочитаю вам то, что написано «Игнациус Райли» или просто «Туся», как зовет его мать. Он лентяй, но лентяй деятельный, страстный, обжора, посмешища, идеолог и идиот, точно знающий, как наилучшим образом обустроить окружающий мир. Дон Кихот и Фальста в одном теле. Он отважно выступает против Фрейда, гомосексуалистов, гетеросексуалов, протестантов и всевозможных излишеств современности, набивая шишки и синяки и демонстрируя их с гордостью орденоносца. Фома Аквинский назвал бы его своим возлюбленным братом, Гаргантюара сцеловал бы в обе щеки и пожаловал герцогством, а господин Новый Орлеан просто и скромно гордится, что у него есть такой сын, неограненный бриллиант яростного юмора и неутолимого сарказма. Вот действительно неповторимая фигура. Я влюбилась в Игнациуса, и, к сожалению, единственным минусом этой книги для меня стало то, что Игнациуса мне было слишком мало. А здесь, в принципе, все повествование завязывается на аварии, в которую попадает Игнациус со своей мамашей, и нам показывают жизнь дальше Игнациуса и его матери, и вовлеченных в эту аварию персонажей других, владелицы бара, неудачливого полицейского. И вот я бы лучше в ущерб этим двум второстепенным линиям сделала бы больше немножко историй про Игнациуса, настолько сильно он мне понравился. В принципе, эта книга интересна абсолютно от начала и до конца, кроме серии, в которой она вышла. Серия Чака Паланика меня очень расстроила, я поэтому долго думала, покупать книгу или нет. Но в остальном книжка очень интересна, например, личностью автора. Джон Кеннеди Тул был таким тихим преподавателем 30-летним, жил себе с мамой, никого не трогал, и неожиданно покончил жизнь самоубийством. И не последней причиной в этом всем стало то, что ему отказало издательство в публикации романа. Но через 10 лет его мать все-таки добилась того, чтобы этот роман опубликовали, он сразу же получил Пуллицеровскую премию, хотя зачем уже Джону Кеннеди Тулу эта Пуллицеровская премия, когда он уже 10 лет в другом мире, ну да ладно. И вот стал очень знаменитым. Вот такая вот посмертная слава пришла к Джону Кеннеди Тулу, к сожалению. Возможно, если бы все сложилось иначе, он бы нас порадовал еще большим количеством романов, может быть, даже и об Игнациусе, и тогда бы я утолила эту жажду замечательного Игнациуса, но, увы, увы. Книжку я эту советую, как я уже говорила, тем, кто любит юмор, тем, кто любит такой американский юмор черный, тем, кто любит высмеивание всего и вся, тем, кто любит Америку и какие-то ее такие культурные особенности, и, конечно, тем, кого заинтересовал этот Игнациус, которого я только что так вот с любовью описывала. В копилку любимых персонажей у нас вот прибыло. Вроде бы это были все книги, которые я прочитала в ноябре. Я очень рада, что я уложилась. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Пишите все, что вы думаете об этих книгах. Спасибо большое за просмотр. Пока!